Первые два вопроса о повестке 36-го заседания Совета носили информационный характер. Начальник Управления гражданской защиты доложил о состоянии пожарной безопасности на территории городского округа. По словам Решата Хабибулина, в прошлом году произошло 80 пожаров, в которых пострадали 9 человек, а трое погибли. Ущерб, причиненный огнем, составил свыше 7 миллионов рублей. В основном возгорание происходит в результате халатности людей. Где-то был неправильно устроен дымоход, где-то в неисправном состоянии находилась электропроводка. Заместитель начальника финансового управления мэрии ознакомила народных избранников с изменениями, которые были внесены в бюджет города. Но наиболее живой отклик у депутатов вызвало выступление заместителя главы администрации по жизнеобеспечению. Забир Габдулин рассказал, что в прошлом году сотрудниками отдела благоустройства муниципалитета было проведено 24 проверки. Все касались вопроса сохранности автомобильных дорог. Депутаты передали чиновнику недовольство жителей в связи с ремонтом дорожной улицы. Нельзя ли как-то повлиять все-таки на подрядчика? Я понимаю, с точки зрения технологии производства работы, на них это удобно. Что все-таки вот долбить этот асфальт и сразу же идти его закрывать. Потому что это только усугубляет и без того отвратительное состояние наших дорог в городе. С подрядчиком есть договоренность, что при условии погодных условий до майских праздников все работы в городе по ямочному ремонту он закончит. На сегодняшний день идет дождь, к сожалению. Но чтобы процесс все-таки не останавливать и заранее подготовить фронт работы для укладки асфальта, фрезерование сегодня будет продолжаться по улице Ленина. Они и есть ямы, но фрезерование вот этих ям, приведение в правильную геометрическую конструкцию, работы сегодня будут продолжены. Все равно так и так эти ямы есть. Убедительная просьба потерпеть до майских праздников. Эти работы будут завершены. Много слов также было высказано депутатами о состоянии города. Для того, чтобы Нефтекамск был зеленым, благоустроенным и ухоженным населенным пунктом, необходимо приложить усилия всем службам. Для этого, возможно, нужно увеличить выделение средств из городской казны, потому что 53 миллиона предусмотренных в этом году явно недостаточно. В ходе обсуждения депутаты решили, что вопрос, связанный с организацией благоустройства, будет перенесен на следующее заседание совета. Кроме этого, перед народными избранниками выступила заместитель главы администрации по экономике и промышленности. Лилия Зайнулин ознакомила депутатов с исполнением муниципальной программы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Присутствующие предложили сделать взаимодействие администрации с бизнесменами более тесным, а для этого использовать не только встречи с предпринимателями, но и электронные ресурсы. Я думаю, что я соглашусь с этим предложением. У нас, конечно, есть и формы взаимодействия, они есть. И круглые столы мы проводим по дипломатическим мероприятиям, и какие-то конкретные вопросы решаем. Только за 2015 год мы провели по предпринимательству три опроса. Это два по линии, уполномоченные по правам предпринимателей, один по линии исполнительного органа власти в республике, это госкомитет по предпринимательству. Но такую работу в виде круглых столов, опроса интерактивного мы, наверное, не, наверное, сделаем. Заместитель главного врача городской больницы Нефтекамска в ходе своего выступления проанализировал состояние смертности в городском округе и рассказал о мероприятиях по снижению убыли населения. По словам Мурата Авзалова, несмотря на нехватку медицинского персонала, в Нефтекамске в прошлом году наблюдалась положительная динамика. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...